Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Армянское лобби является проводником этого плана. Доктор экономических наук, профессор, председатель Русского экономического общества имени Вахшарапова, Валентин Кастасонов, заявил недавно, что отмена наличных денег является одним из главных моментов в планах глобалистов установить тотальный контроль над людьми. Профессор заявляет, что идет война на уничтожение человечества через кризис и коронавирус. Валентин Кастасонов подчеркивает в своем выступлении, Армению используют в качестве площадки для реализации планов глобалистов-человеконенавистников, стремящихся сократить численность человечества, а выживших поставить под полный цифровой контроль. Две страны уже заявили, что наличные деньги являются переносчиком коронавируса, поэтому предпринимаются меры по резкому сокращению использования наличных денег. Китай уже совершил конкретные шаги в этом направлении. Армения транслирует на весь мир аналогичные заявления армянских экспертов. Я уже неоднократно рассказывал, кому и зачем надо переходить на безналичный расчет. Во всем мире наблюдается тенденция по вытеснению наличных денежных знаков. Для достижения этой цели используются разные аргументы, в том числе аргумент, что бумажные деньги – переносчик инфекций. Раньше этот аргумент стоял на 20-м месте, теперь его переместили на первые места. Как свидетельствуют многие накопительные факторы, одним из ведущих проводников в реализации плана цифровизации человечества назначено армянское лобби. Это разветвленная по всему миру армянская этнополитическая сеть, сконцентрировавшая под своим контролем политические, экономические, финансовые и медийные ресурсы и многих стран мира, включая Россию. Это во многом объясняет, почему сегодня в России, как одном из духовных центров мира, способном оказать сопротивление планам глобального правительства, этнические армяне возведены на ведущие позиции в государственном управлении, в том числе в системе IT, финансов, СМИ и т.д. Это пятая колонна так называемого мирового правительства с центром в англосаксонском мире. Армянская сеть – это этнопаутина, опутавшая весь мир по аналогии с тем же интернетом. Армяне – это слаженная, скоординированная, идеологизированная мировая этнокорпорация, способная на жестокость, предательство и ложь. А эти качества всегда были востребованы сильными мира сего при подборе исполнительной. Достаточно напомнить, что развал СССР тоже начался с подачи армянского лобби США совместно с ЦРУ и активирования Карабахской карты. Армянскую политическую сеть в последние годы неслучайно усиленно укрепляли по всему миру, способствуя продвижению армян на самые немыслимо высокие позиции, что просматривается и на примере России. Коронавирус резко обозначил стремительные тенденции перехода миру к цифровому формату. И тут мы понимаем, что неслучайным было назначение на пост премьера России накануне кризиса айтишника с армянскими корнями Михаила Мишустина. И далее мы обнаруживаем, что сфера IT, как СМИ и банковское направление в России тоже уплыли под контроль армян. Городатор уже неоднократно обращал на это внимание в своих публикациях. Достаточно привести две последние статьи. Армяне захватывают новые медиа и информационные сервисы России. И еще один армянин возглавил IBS, гигантскую компанию IT в России. Катасонов также обращает внимание, что Центральный банк Армении недавно официально сообщил о планах постепенно заменить находящиеся в обращении банкноты на новые, якобы с целью ограничить распространение коронавируса нового типа COVID-19 и посоветовал людям по возможности не использовать наличные деньги. Не случайно пионерами введения безналичных денег едва ли не в мировом масштабе выступил режим Пашиняна и армянский Центробанк. С приходом к власти в Армении прозападного премьера Никола Пашиняна эта страна достаточно уверенно обозначила прозападный курс. Такие как Пашинян и практически все действующие правительства Армении обучались на Западе в Штатах, проходили стажировку в мастерских Сороса. На территории Армении функционирует самое большое в мире посольство США – 2000 сотрудников. В Армении открыты и задействованы биолаборатории США порядка 9 лабораторий. В разных городах страны Пашинян пытался расшатывать евразийские структуры ОДКБ и ЕС из Армении методично выдавливали российское присутствие. На этом фоне российско-армянские отношения последовательно шли на обострение, невзирая на значительные усилия главы МИД России Сергея Лаврова – Калантаряна, держать под прикрытием все антироссийские маневры Еревана. Все изменилось с переходом Михаила Мишустина. Тут же обозначился армянский тандем Пашинян-Мишустин, и российская машина с удвоенной энергией заработала на обеспечение экономических интересов Армении, даже невзирая на прозападный курс Еревана. Помимо призывов к переходу безналичной расчеты, армянское лобби, засевшее в руководстве многих стран мира, ведет работу под эвальвацией духовных ценностей и этических ориентиров. В качестве российского примера можно привести многочисленные армянские шоу-программы, нацеленные на дебилизацию россиян. Те же передачи Киаса Яна Симонян. После обучения в США у нее резко взлетела карьера в России. Проекты армянского телеканала ТНТ и другие. И невзирая на тот ущерб, который они наносят странам пребывания, позиции армян по-прежнему устойчивы и перспективны. Например, в чем секрет коррупционера Арсена Авакова, прочно сидящего в кресле главы МВД Украины столько лет? В Украине и помимо Авакова полно олигархов, позиции большинства из них пошатнулись. И только всесильный Аваков устоял, невзирая на протесты бедных украинцев, требовавших избавить их от армянского министра-бандита. Привлекает внимание действия Авакова и на волне коронавируса. Сначала он сделал все возможное, чтобы распространение вируса в Украине приняло широкий охват. Затем создал в стране полицейский режим с ограничением передвижения и тотальным произволом полиции и его добровольных помощников из числа националистических формирований. Об этом написал Кавказ+. В странах, где у власти представителей армянского лобби будут предприниматься синхронные меры по введению под предлогом борьбы с коронавирусом жесточайших мер тотального контроля, на которых так настаивают и Мишустин в России, и Аваков в Украине. Армянское лобби на волне эпидемии коронавируса способствует осуществлению планов глобалистов в тех странах, где оно господствует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok